Друзья, всем привет! С вами Антон Воронков и на канале MyGT.ru. Наконец-то это свершилось, мы добавляем фильтры масляной с технологией Double Core на наши маркетплейсы, на Азон, на Яндекс.Маркет и на Wildberries. Все ссылки я размещу в описании к этому видео. Что такое технология Double Core, зачем она нужна и стоит ли самое главное переплачивать за нее или проще купить обычный масляный фильтрующий элемент. Давайте разбираться. Мы добавим три позиции. Все они сделаны на Aiken Industries. Это фирма, которая производит фильтрующий элемент уже очень-очень много лет под брендом WIC. Три элемента. DC01, который полностью соответствует C110, тоже по WIC. Самый популярный фильтр для Toyota. Это DC02, который соответствует по размерам всем полностью C111. И DC03, который соответствует C218. Третий элемент мы добавим сегодня на нашем Marketplace, а в дальнейшем появится еще там по Double Core некоторое большее количество. Из чего стоит Double Core и что он из себя представляет? Давайте вот на DC02 в самом большом покажу вам. По сути дела, внутри этого корпуса есть два картриджа разных. Они между собой сварены. Здесь на картинке маленькая неправильно показана. Они просто между собой сварены. Красная бумага. Это бумага, которая фильтрует частицы до 20 микрон. Собственно говоря, стандартная, которая используется во всех абсолютно фильтрующих элементах. А желтая бумага. Это как раз самый смысл этой системы. Это бумага, которая фильтрует частицы до 10 микрон. То есть она просто более мелкие частицы задерживает грязи. По сути дела, внутри корпуса этого стоит два таких вот картриджа. Первый картридж с бумагой 20 микрон. Второй картридж с бумагой 10 микрон. Они между собой просто сварены. Два картриджа сварены между собой. Плотно сварены. Масло, когда проходит, оно фильтруется параллельно через 20 микрон и через 10 микрон параллельно. Они по очереди, не как-то еще, а параллельно фильтруются. То есть смысл в чем? Сами Aiken Industries, например, рекомендуют, и здесь указано это прям черным по бежевому, использовать данные фильтрующие элементы с низковязкостными маслами. Об этом прямо есть четкая такая рекомендованная надпись. То есть эти фильтрующие элементы оптимизированы, по словам Aiken Industries, для использования с низковязкостными маслами. Что такое низковязкостные масла? Это двадцатка и ниже. То есть там 0W20, 0W16, 0W8 и т.д. Что будет, если использовать данные фильтрующие элементы с маслами более вязкостными, более чем 20, 30, 40, 50, чем они будут также фильтровать, потому что две трети состоит как раз из фильтрующей бумаги, которая фильтрует обычно стандартно 20 микрон. По сути дела, просто эта 10 микронная бумажка, она забьется раньше в штору фильтрующего элемента, она просто будет раньше забиваться грязью и, собственно говоря, ресурс фильтра этого будет ниже немножко, чем фильтр, который просто использует обычную 20 микронную бумагу. В этом есть смысл основной. Вот, конечно, маркетинг, тупо, не знаю. На самом деле, в реальности вот эта технология как бы что-либо дает или нет, но, честно, гипотетически, да, она задерживает больше грязи, то есть, там, 10 микронная, да, больше грязи задерживает, но, по факту, на самом деле, в реальности, вот, в реальность, в реальных эксплуатационных характеристиках этот фильтр не дает преимущества особенно никакого, ну, там, для перфекциониста можете его использовать. Я просто очень много разных версий слышал, то, что там, как бы, это фильтр усиленный, Double Core и т.д. более мощный, там, более какие-то мощные пружины, тогда все чушь, в общем, нет, конечно, это просто вот сдвоенный картридж в бумаге. Мы пилили эти фильтры, я в прошлом году пилил 50 фильтрующих элементов, как раз C110, вот такие DC01, да, в том числе пилили и этот конкретно фильтр DC01, я лично своими руками его распилил, посмотрел и сравнил его с C110, разница, то есть разница только в том, что вот два этих картриджа вместо одного. Еще такой же элемент, абсолютно идентичный, производит, так, а PIO или PIO или нет, что же производит, что же он пилили-то? А, PIO или нет, а, PIO, точно, 100% PIO, да. У PIO есть такой же элемент, абсолютно, то есть соответствующий C110, у него номер другой маленький, конечно, по PIO. Так вот, внутренности фильтра PIO идентичны на 100% внутренностям фильтра DC01, вот конкретно такого, которого с Double Core технологией. Эти фильтрующие элементы одинаковые, абсолютно просто разные названия, там, PIO и WIC. Вот, а внутренности одинаковые, не знаю, делает ли это Akin Industries, сами внутренности, возможно, продает их, например, там, НИТа, либо кто-то для них делает обоих, там, делает, не знаю, но, в общем, внутренности у DC01, фильтрующего элемента PIO с той же самой технологией идентичны, то есть не просто похожие или примерно такие же, это один тоже фильтрующий элемент стоит внутри и PIO, и WIC. Вот, все даже резинки, прокладки, пружинки, все то же самое стоит абсолютно, так что все там друг с другом делятся технологиями, короче говоря. Маркетинг, конечно, на мой взгляд, это маркетинг, ну, чисто с точки зрения экспозиционных характеристик, наверное, просто нужно на этом фильтрующем элементе маленько поменьше ездить, потому что больше будет забиваться быстрее, вот эта 10-микронная бумага, штора фильтрующего элемента, по сути дела, по давлению, да нет, давление тоже сильно не проседать не будет, не почувствуется изменение давления, на самом деле, даже на вескостных маслах, которые больше, чем двадцатка, не должно, по крайней мере, сильно проседать давление, вот, поэтому думаю, что разницы особо не почувствуете, но если вы перфекционист, если любите самое-самое-самое покупать, то вот вам, пожалуйста, от нас дополнение. Мы добавим три позиции сейчас по дабл-кор, это вот 110-й, 111-й, 218-й, у них свои артикулы, напомню еще раз, DC01, DC02, DC03, у нас на маркетах они будут в скобочках указано, что C110, и там же будет еще аналогичный по номерам, тоже будет, ну, по аналогам пробиваться также, вот, стоят они дороже, чем обычные фильтрующие элементы, уже вам решать, стоит ли не стоит брать, их, на самом деле, Akin Industries делает много, не все позиции дублируют, они с обычными фильтрующими элементами, но много, поэтому мы постепенно добавим их, просто мы мало возим, потому что дороже стоит, в принципе, то же самое, никто особо их там не спрашивает, вот, если у кого-то есть интерес, Яндекс, Валберис, Озон появятся, они у нас там. А, то видео, где мы эти фильтры, фильтрующие элементы пилили, я показывал, я размечу в описании к этому видео, прямо сверху будет ссылочка на то видео, где эти фильтры своими руками лично пилю, смотрю и сравниваю, и там, кстати, сейчас найду, попробую по пио, по тому же самому элементу, чтобы тоже разместить. Вот, с вами Антон Воронков, надеюсь, это видео стало для вас интересным, полезным, подписывайтесь, ставьте лайки, подпишитесь на меня на Дзене, потому что там видео выходит раньше, чем здесь, для вообще это полезно сделать. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok